привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья не буду вас сегодня сильно мучить 4 видеоролика которые я хочу с вами обсудить такая краткая подборка за последние пару дней начнем мы серьезных вещей закончим как всегда добрыми потому что у нас в конце будет признание марии захарова все-таки выйти публично рассказать о своих проблемах что она сейчас переживает не каждый политик российской федерации мучит может но хотел бы я все равно вот вкратце начать свал дая никак я его не могу обойти не буду вам ставить 150 тысяч нарезок и о чем там говорили я для себя выделил одну это чисто сердечное признание путина почему запад плохой почему надо рассказывать что они там все умирают с голода и вообще почему мы напали на украину все очень просто в одном предложении строится находятся все ответы так и продолжается столетиями до сих пор но вот сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии международных дел не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств что это как не прямое применение принципов народовластия на нужно друзья ну вот она вы против диктатуры вы не принимаете диктатуру но я же всех загнал в стойло я же смог пропагандой всем на уши все повесить но чего вы меня трогаете ну почему вы не дали установиться диктатуре в украине ведь там бы была уголовная диктатура народ бы был счастлив мы бы все жили грабили строили геленджики кооперативы у озера но все же прекрасно деньги мы у вас тратили все что украли в стране тратили у вас все что украли в стране вкладывали в ваши страны а вы не воспринимаете диктатуру думаете о каком-то народе у нас свой народ он раб он мечтает я вам это уже написал 10 тысяч записок писем почему вы не воспринимаете диктатуру не хотите тогда я покажу что мои рабы готовы за диктатуру воевать ладно тут я еще хочу вам показать лука решил аккуратно всему мировому сообществу озвучить что надо сделать чтобы побыстрее этого демона 21 столетия убрать от власти а поджечь россию по периметру она увязла в украине надо еще там поджечь в принципе он дает правильные советы загнать рф вообще в стоило окончательно вместе с путиным чтобы народ там проснулся дальше я бы хотел вам показать не могу обойти очередное достижение науки украины потому что она за 8 месяцев сделала космический шаг вперед кроме того что у нас уже есть практически все вооружение без самого там какого-то только пятого поколения так любое есть мы самая вооруженная армия мира по разнообразию так точно то российская федерация не зная как уговорить зеленского на переговоры она за неделю создает уже четвертое собрание с разговорами а вот в украины биогуси биоутки био зайцы био баны био кроты теперь у них новое достижение у них новые виртуальные фантазии био комары которые вызывают нурез только у военнослужащих российской федерации больше они никого не кусают вот они вылетают и четко понимают так это кадыровец его кусаем туда это чупча грубо говоря это татарин это русский ну украина это ж отдельная нация ее кусать не будут отрезки с описанием такой беспилотник транспортирует заданный район контейнер с большим количеством комаров переносчиков инфекции высвобождают и при укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний пояснение прямо подчеркивается что зараженные военнослужащие будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи в силу чего цитирую заболевание может быть более ценным военным инструментом чем самые современные вооружения и военные техники конец цитаты указывается что подобное заражение военнослужащих противники в военном отношении дало бы значительный эффект не ну конечно если нападет на них по носу будет очень тяжело знаете там еще выступал ну много было комментариев прямо в он все говорили что за бред но больше всего мне понравился там представитель албании он сказал сколько мы должны вообще собираться и не будут зла употреблять этим чтоб вот этот весь дебилизм выносить на рассмотрение вот сколько мы должны слушать ведь они тупо просто издеваются и злоупотребляют каждый играет четыре дня мы собираемся слушать какой-то бред вместо того чтобы обсуждать что надо сделать чтоб угол убедить российскую федерацию вернуться на свою территорию свергнуть путина чтобы страна как-то еще могла выжить потому что чем дальше тем будет все жестче и тяжелее грит они тут заставляют слушать нас этот бред ладно не бензия идиот года ни один пропагандист ним не сравнивается после тот же вещает для своих рабов а этот все-таки приходит уважаемым к образованным людям и рассказывает им все время какой-то новой современной беде технологическом прорыве украины научный потенциал у нас конечно уже в космосе это точно а своих зомби кормят вот этим голод при том что не стесняются фантазии нету но сейчас вы увидите единственная в этом городке на 20 тысяч жителей булочная закрывается здесь в городе нигде больше хлеб не продают и что теперь буду есть не знаю половина разорения в европе набирает силу и скорость сообщения закрытых булочных приходит каждый день несколько тысяч человек уже сели на диету без хлеба англия вновь осталась без хлеба возле булочных с утра выстраиваются длинные очереди все запасы расхватываются за полчаса пришедших позже встречают лишь пустые полки в некоторых районах англии вспыхнула настоящая хлебная паника люди пытались набирать батоны впрок здесь введено рационирование хлебопекарных изделий начавшийся кризис объясняется тем что в стране остановились заводы на которых выпекается 70 процентов всего английского хлеба стандартно друзья видите просто берется то что было 30 лет назад делается современная картинка и вся та же лапша зрителям в уши вливается все умирают а стадионы в англии почему-то полные по 300 фунтов билет на футбол и все раскупается все битком люди как-то там живут но напишите у нас много подписчиков с англии как в этом без хлеба на диете сложно вам жить ладно идем дальше все таки чистосердечное признание мария захаровой я считаю это практически видео этой недели о добре пришел час зизнатись меня звати Маша я алкоголичка а вчера я так добряче у хлам набухалась и уявляла что я белоснижка репунцель або фиона знаете люди казали мне часто о боже маша подивись на себе в зеркало вас таким обличчем тоби потрібно або брехати або бухати я довго думала а потім так набухалась и вырешила брехати бляха срака а все життя вперед сын за друзья ну я думаю мария захарова наконец-то заговорила о своих проблемах потому что то что с ней происходит она описала совершенно правильно в завершении я бы хотел вам показать мультик что на самом деле происходит и почему еще люди в российской федерации зомби когда-то они выздоровеют но пока все очень очень сложно конечно с этим делом а так хотел бы сразу вам сказать слава украине живи беларусь алга казахстан хороших людей больше хороших выходных всем пока чесчай родину мама якусь родину жінку це украинская земля восемь шо лет ох ты ж блять восемь лет дамбили бамбас как вам не стыдно это же ваш сын не робить его заткнись фашист мама мне страшно я растила мужика не тряпку горжусь будьте проклята украина мой сын у меня же еще два сына есть украина